Ликвидировать пожар в центре города и спасти жизни людей. В Наринмаре прошли масштабные учения по ликвидации пожара, возникшего в результате взрыва бытового газа. Такие случаи в России не редкость. Только за последние два года в стране произошло около 30 взрывов газа в жилых помещениях. В них погибли более 40 человек. Тишину после обеденного времени нарушила сирена пожарной машины. В центре города, в офисном здании, произошел взрыв бытового газа. Через несколько минут после поступления звонка в диспетчерскую службу на место происшествия выехали пожарные. За ними – полицейский расчёт, газовая служба и бригады скорой помощи. По сценарию учений случай уникальный. На объекте необходимо тушить огонь и спасать людей одновременно. По легенде, в здании находятся пять человек. Полыхающий огонь не даёт выбраться из дома самостоятельно. Из-за обвала чердачного перекрытия есть пострадавшие. Несколько человек без сознания. Чтобы извлечь их из горящего дома, используется специальное снаряжение. Операция проводится максимально быстро и безопасно для человека. После того, как огонь побеждён, в работу включается кинологический расчёт. Пёс по кличке Грант будет искать живых людей под завалами. Сегодня у Гранта дебют. Совсем недавно он прошёл аттестацию в Санкт-Петербурге и Вологде на поиск в техногенных завалах. Результатами первых поисков хозяин доволен. Говорит, собака рабочая, хорошо поддаётся дрессировке, выполняет все команды. Сидеть. Стоять. Лежать. Лежать. Сидеть. Гулять. Вот у него мотивация. Мячик. Всё. За мячик он всё сделает. Да. Да, и людей найдёт он благодаря только мячику. Всё. Благодаря слаженным действиям всех подразделений, жертв удалось избежать. Аварийно-спасательные и пожарные работы проведены на должном уровне. Для Наринмара взрывы бытового газа – большая редкость. Тем не менее, сотрудники должны быть на готове. Бывает иногда взрыв газа с пожаром, бывает без. И, скажем так, когда вроде бы пожар горит, всё понятно. Когда вроде бы люди завалены, тоже всё понятно. А когда и то, и то, то бывает никогда непонятно. Поэтому в этом плане, да, эти учения были первые. После учений – анализ проведённой операции. Руководитель штаба оценивает действия каждого подразделения. Разбирать и анализировать увиденное будут и студенты Ненецкого аграрно-экономического техникума. Именно они выступили в роли пострадавших на учениях. Мы наблюдали работу спасательных групп, медицинских, пожарных, поисково-спасательных, кинологического расчёта. Их взаимодействие, как они спускали пострадавших. Итоги учений будут использованы для подготовки специалистов и руководителей штабов при работах в реальных авариях. Валентина Чибичек, Антон Водряков, Телеканал «Север».